Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, дорогие слушатели. Снова с Вадимом Родионовым в эфире. И у нас сегодня тема такая трагичная, я бы сказал. Мученичество, мученики, страдальцы. И множество синонимов к этому понятию и слову. Здесь ведь много разных градаций, как мне кажется, существует. Потому что есть истинные мученики, а есть те, кто хочет казаться мучеником и всячески педалирует и культивирует эту тему для того, чтобы, допустим, его или ее жалели. Мы к этому еще придем. Что такое вообще изначально мученик? Это человек, который страдает за некую идею, за религиозную, за политическую. То есть, понимаете, мученичество, оно существует в христианстве, оно существует в исламе. Всем известно из средств массовой информации слово «шахид». Что-то переводится как «мученик». Даже уже в христианстве были очень детальные дискуссии на тему, кого считать мучеником, а не считать мучеником. Если, допустим, человек вроде бы тоже христианин, но то направление, которое не признано официальной церковью, ересь, даже если он тоже пожертвовал жизнью за идеалы христианства, мученик его считать было нельзя. То есть, страдания должны быть четко регламентированы? Тоже свои, чужие. Тоже свои, чужие. Потому что всегда люди начинают квалифицировать, кому положено страдать, кому не положено. Интересно, что квалифицируют и делят на своих и не своих. Обычно люди не склонны к мученичеству никаким образом. Здесь можно взять Иисуса Христа как некий эталон, потому что, в общем-то, он тоже пожертвовал свою жизнь для того, чтобы, мы знаем, то, что было в Библии. Ну, наверное, Бога нельзя считать мучеником. А следом Бога? Это сложность христианства, понятие троица. Не будем посвящать этого наш эфир. С мучениками в религии мы отсылаем всех к истории, к историческим событиям. Наверное, были мученики, погибшие и за свои идеалы политические, и во времена дореволюции, во время революции, после революции и так далее. Что мне кажется интересным, что новое в понятии мученичества принёс ислам, это понятие шахида, где человек, погибший за веру, а при этом ещё забравшись с собой энное количество недругов, тоже становится мучеником. То есть понятие мучения здесь расширяется. Здесь не подразумевается только твоё собственное страдание. Здесь есть враги, которые, хотя и погибают вместе с тобой, но мучениками уже не считаются, поскольку… Потому что они неверны. Очевидно, им по делам. Очевидно, им по делам и нанесён им ущерб, то есть зачитывается в глазах Всевышнего. Это опять представление людей о Боге, которые делают его очень кровожадным периодически. Ну, ветхозаветным, так сказать. Что такое мученичество в быту? Что такое мученичество и страдания, как принцип жизни? Наверное, все мы встречали людей, которые ощущают себя мучениками. Более того, они это ощущение мученичества транслируют, транслируют и окружающим их. Кто такой мученик классический в семье? Это человек, который полностью предан самоотречению. Те же есть два слова «самоотречение» и «самозабвение». Самоотречение – это что-то страдание, человек, который от себя отрёк или от себя отрёкся. А самозабвение, человек может делать какие-то хорошие, приятные вещи самозабвенно, то есть тоже вроде забывая о себе. Разные нюансы, но какова разница в итоге получается? Мученик – это человек, которому плохо. Это мученик тот, который мучается. Вполне понятное определение. То есть, если просто человеку плохо, и, допустим, он страдает не потому, что он страдает за какие-либо идеалы, ведь его же нельзя тогда внести к классическому… Нет, не всяких, кто мучается – мученик. Человек, страдающий от похмелья, мучеником точно не является. Но это как круги Эллера, помните, эта логическая цепочка – все женщины дочери, но не все дочери матери. Да. Так вот, мученик всегда страдает ради кого-то или ради чего-то. То есть, он себя приносит в жертву. Причём чаще всего приносит в жертву непрошенную ни тем образом. И здесь мы тоже начинаем, наверное, видеть мучеников настоящих и мучеников псевдо. Мученик настоящий, что тоже достаточно грустная фигура, он искренен. Он не пытается вызвать чувственного окружающих. Он не пытается окружающим сообщить, как он страдает ради них и не требует от них немедленного воздаяния. Мученик бессознательно выстраивает свою жизнь так, что ему плохо, но всегда есть объяснение, почему. А для чего он так выстраивает свою жизнь? То есть, в чём смысл чувствовать себя плохо, даже ради какой-либо идеи? Для чего это нужно? То есть, как это программируется? Смысл в смысле. Потому что мученик – это человек, который почему-то убеждён, что только страдание придаёт его жизни осмысленность. Такая религиозная концепция, получается? Не только. Но всё-таки религиозная концепция ради кого-то. Ради Всевышнего, ради каких-то идеалов. Мученик такой бытовой, обыденный. Вряд ли он скажет о каких-то высоких идеалах. Ну, это и есть смысл для него. Потому что, если он не страдает, другого применения себе, другого смысла своей жизни он не находит. То есть, жизнь пуста, без боли. Жизнь пуста, без жертвоприношения себя, самого себя куда-то, кому-то в жертву. Потому что, если этого нет, наверное, если бы человек мог обрести смысл в любви, в любимом деле, в заботе о ком-то без саморазрушения, и ещё в массе интересных вещей, это бы происходило. Но поскольку человек, который откуда-то к этому ещё вернёмся, вынес убеждение, опять же, на бессознательном уровне, что смысл жизни только принести себя в жертву ради кого-то, всё остальное бессмыслится. Поэтому человек других вариантов просто не видит. Можно сказать, что у него встроены в его сознание некие фильтры, которые отбрасывают всё, любую возможность в жизни, которая не является мучением ради кого-то. Ну, такой серьезный, тяжёлый пессимист, ведь он тоже, получается, мученик в этом смысле. То есть, его жизнь – это, в общем-то, ощущение того, что всё плохо и всё будет ещё хуже. Он не мученик, он просто человек, которому плохо. Ещё раз, мученик… Это идея. Мученик – это всегда ради кого-то. Мученик – это всегда принесение себя в жертву ради кого-то или ради чего-то. Если человек просто пессимист, ему кажется, что в жизни плохо будет ещё хуже, это его личное дело. То есть, получается, что мученику нужна точка приложения, правильно? То есть, ему нужно жертвовать ради… Даже, возможно, это не имеет большого смысла, но ему нужно взять некую точку опора, ради чего это делать, ради чего мучаются. Ну, я думаю, что мученики в повседневной жизни могут, что мучаются ради идеи семьи, но обычно мучаются не ради идеи. Обычно это ради конкретных людей. Это очень частое явление мучениковых пациентов, человек, который, тяжело вздыхая, говорит, всё ради детей, лишь бы дети были счастливы, лишь бы дети выбились из нищеты. И при этом произносит это обычно человек далёкий от нищеты. Это не человек, который работает у станка 24 часа в сутки. Человек с каким-то своим бизнесом, большим или меньшим. Но вот всё, что он делает, это страдание ради того, чтобы уберечь кого-то. То есть, он не наслаждается или не ощущает любовь в полной мере к своим детям? Нет. Всегда слышно, что ему плохо, но это плохо имеет некий возвышенный смысл. Это происходит ради кого-то. Другая история, что страдание ради кого-то, о чём настоящие мученики не задумываются, а псевдо-мученики хорошо понимают, всегда того, ради кого ты страдаешь, делает таким-то образом обязанным. То есть, мать или отец, которые ради своих детей просто превращаются в свою жизнь в ад, они не задумываются, что всё, что видят дети, это бесконечно мучающихся родителей. То есть, это травматичная история для детей? Никакой радости от этого нет. И в лучшем случае эти дети испытывают чувство вины. А кроме этого, естественно, видят, что в жизни есть страдание. Старое такое утверждение. Они видят, что в жизни есть страдание, и иначе просто и быть не может. Поэтому я думаю, что у нас мученичество – такая наследственная история. Понятие мученичества человек откуда-то берёт. А мученик псевдо, который, мучаясь, не забудет всем окружающим дать понять, что это ради вас я так страдаю, а ради вас я во всём себе отказываю. Это мученик, который терроризирует своих близких. Вот что, кстати, отличает шахидов от мучеников в семье. Шахид – это террорист, который, погибнув, стал мучеником. А мученик в семье – это мученик, который превращается в террориста. Там из террористов мученики, а здесь из мучеников террористы. Вот превращение из мучеников в террориста – это очень распространённый механизм. Но ведь у шахидов психологически история за вознаграждение. Потому что человек, которого убеждают в том, что он должен сделать, ему обещают, что его ждёт загробный мир со всеми льготами, преимуществами, девственницами и так далее. Соответственно, он, выполняя этот террористический акт, в общем-то, верит в то, что он за это что-то получит. Здесь есть некий элемент корысти, как бы, может быть, это ни звучало. Ну, я, честно говоря, ни разу не имел удовольствия пообщаться с настоящим шахидом, потому что можно только догадываться. Ну, по крайней мере, по той информации, которую мы располагаем в этом. Ну, я думаю, что есть люди, которые стоят мучениками веры от того, что они мучаются в жизни. По-моему, несколько раз описывалось, что, допустим, женщины-шахидки – это те, которых всё плохо, у них же погибли мужья. Или их женихи им объясняют, что жизнь их дальше бессмысленна, она будет просто полна унижений и мрака. А вот гибель воимой веры принесёт их и жизни смысл, и смерти смысл, и заодно отправит их в некое светлое посмертное будущее. Но я, конечно, допускаю, что есть люди, которые делают это не в расчёте на то, что вот сейчас не взорвут себя и через час проснутся среди 72 девственниц, а просто потому, что они, к сожалению, искренне убеждены, что поступить так ради веры правильно и хорошо. Почему листно-фанатично верующим – это тема отдельных передач, наверное, не одной. Но мученик-террорист, он знает, что вот сейчас совершит некий акт, и этого мученичества закончено. Всё дальше идёт некое посмертное бытие, или райские радости, или не райские радости, не знаю. Или пустота. А вот у мученика живущего, у него конец мучениям свой только со смертью, очевидно. Но когда эта смерть наступит, никто не знает, потому что и мученик с ней не спешит. Это такая марафонская дисциплина. Я думаю, что обычно, кстати, люди, совершающие суицид, мучениками не являются, потому что им по-настоящему плохо, но это не ради кого-то. Но здесь ведь интересно, что аналогия, которая у меня возникла, связанная с людьми, совершающими суицид. Есть люди, которые совершают суицид, кончают жизнь самоубийством, никому об этом не говорят, и это делают. А есть люди, которые об этом говорят и ждут, пока их остановят. Тоже, в общем-то, и часто их останавливают, потому что он, допустим, долго стоит, чтобы сброситься с моста, и рассказывает. То есть, он даёт человечеству шанс его остановить. Это уже то, что называется демонстративный суицид. Да, но здесь вот как раз мученик, настоящий псевдомученик. Ведь похоже в чём-то. Кто-то говорит об этом, акцентирует на это внимание, а кто-то, наоборот, в это свято верит и делает именно то, что делает. Или аналогия здесь неуместна, как считаете? Я думаю, что человек, который совершает демонстративный суицид, это совершенно осознанный манипулятор. Но совсем не всегда это бывает так, что здесь вот холодно и обдумано, что сейчас я всех напугаю, но всё сделаю, чтобы не умереть. Наверное, есть люди, которые это делают, ну не знаю, как маленькие дети, которые фантазируют о том, что вот умру, тогда поплачьте и пожалеете. Но даже такие люди, совершая такую попытку, бессознательно делают всё, чтобы быть спасёнными. Они немедленно сообщают об этом близким, они делают так, чтобы инструменты или приготовленные записки о самоубийстве нашли заранее и так далее. То есть, чтобы их смогли остановить? Да. Наверное, всё-таки люди, совершающие суицид подлинный, к сожалению, совершающие, при этом не очень задумываются о том, чтобы за кого-то наказать и заставить страдать. Хотя бы это, что демонстративный суицид неожиданно становится настоящим, потому что люди плохо знают анатомию и физиологию, и иногда перебарщивают с усилиями. Если говорить о мученисте настоящем и псевдо, то здесь можно говорить о том, что в случае настоящего это бескорыстная история, а в случае псевдо-мученица там есть некие элементы корысти? Не обязательно материальные, возможно, нематериальные, вызвать какую-то реакцию, спровоцировать какую-то реакцию. То, о чём мы начали говорить в начале нашей программы, о том, чтобы обратить внимание и спровоцировать, например, чувство жалости, которое многих питает. Чувство жалости обычно маловато. Чувство жалости – это, скорее, наверное, не мученик, а страдалец. Тот, которому всех жалко, тот, которому хотят позаботиться. Страдалец – тот, который хочет привлечь к себе внимание и заботу. Мученик – это тот, который страдает ради кого-то, и он не хочет его утешивать. Он хочет продолжать страдать, приносить себя в жертву. И, наверное, он сам чувствует себя при этом, своё бытие очень осмысленным. И, с другой стороны, всегда в той или иной степени, осознанно или бессознательно, он ожидает, что окружающие это хоть как-то заметят. И очень частая история, которая осуществляет пациент, когда окружающие не замечают мученичества, мученик начинает страдать вдвойне. Потому что простой вопрос – а кто тебя просил всё это делать? – ставит в тупик. Ну как же, я же это делаю ради тебя. Я всё делаю ради тебя. Я не досыпаю, не доедаю и так далее, и так далее. Всё это ради тебя. И это обычно… Мученик ставит в тупик, потому что одно из условий обязательных мученичества, вот такого, всеми окружающим, ради которых ты мучаешься, должно быть плохо. Ну это ведь, мне кажется, то, что нередко встречается в романтических отношениях, хотя, наверное, сложно назвать романтические отношения, где есть элемент мученичества. Но, тем не менее, в историях любви, когда один мучается ради другого, а второй этого не замечает или делает вид, что не замечает. Обычно неразделённая любовь чаще всего. Тоже мученическая история в какой-то степени. Ну опять неразделённая. Или страдальческая, скорее. Страдальческая, не мученическая. Обычно, ну, тут тоже чистые демонстративные суициды, письма о своём страдании, но это не о том, что я страдаю ради тебя. Это о том, что я страдаю из-за тебя. Но там разве не бывает элемент ради тебя? Я делаю это ради тебя, а ты этого не видишь? Или всё равно там из-за? А там всё, мне кажется, всё равно ради будет подменяться на из-за. А ради будет подменяться на из-за. Потому что из-за тебя, так ты точно должен быть, должна или должен чувствовать себя виноватым. И если ты себя не чувствуешь виноватым, всё равно всё теряет всяческий смысл. Тогда зачем я всё это делаю? Да, мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами. Хотел я сказать, но звукорежиссёр сказал, что нам не надо делать перерыв. Поэтому мы сегодня без перерыва. Программа «Диагноз недели». Звоните нам, телефон у прямого эфира. Напомню, 6,7212-93,9 и 6,7213-93,9. Говорим мы сегодня о мученичестве и страдании в том числе. Я хочу вернуться вот к этому утверждению, что для мученичества обязательно нужно, чтобы окружающим было плохо. То есть, на звонок? Да. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Здравствуйте. Там была речь о самоубийстве, можно задать вопрос, да? Задавайте. Вот самоубийство, как вы считаете, вот там вспомните Есенин, Маяковский, Хемингуэй, я считаю Высоцкий уходил, уже поведение было близкое к суициду. Как вы считаете, это люди с сильной волей или наоборот, это люди безвольные идут на последний вот этот шаг? Спасибо. Честно говоря, у меня не повернётся язык людей, которые убивают себя, назвать слабыми или сильными. Я думаю, что не всё можно мерить категориями слабости или силы, потому что, если примерить на себя, что такое лишить себя жизни, по-моему, это очень мощное усилие воли. Кто-то может сказать, что это бегство, что это побег от трудностей, что это слабость, но осуждать кого-то, принявшего такое решение, я здесь классификацию сильные и слабые не приемлю. Но это, скорее, вопрос всё-таки, в каком психологическом состоянии находился человек в тот момент, когда он это делал? И это тоже вопрос депрессии, это не вопрос слабости или силы. Поэтому, ну вообще, мне кажется, понятие слабости и силы крайне условное понятие. Люди любят манипулировать ими, кого-то обвинять в слабости, говорить о себе, я сильный человек и тому подобные вещи. Значит, так себе концепция, честно говоря. Можно измерить физическую силу, измерять силу духа очень сложно. Так вот, о том, что мученики нуждаются, потому что окружающим было плохо. Во-первых, с окружающим хорошо, чего ради них страдать. Не ты им не нужен своим страдать, то есть ты им, может быть, и нужен, но ты им не нужен страдающий, ты им не нужен приносящий жертву. Они могут любить тебя, они могут рады тебе. В том-то и беда мученика, что он не восприемлет то, что его можно любить просто так. Не тогда, когда он принос жертвы, он никогда не заслужил или заработал эту любовь. Мученица тоже способ какой-то заработать эту любовь, заработать чего-то восхищение. Кстати, насколько я помню, в каких-то религиозных практиках и в мифах люди, которые осознанно подвергали себя в индуизме или ещё где-то, в каких-то шаманских практиках, люди, которые осознанно подвергали себя каким-то мучениям, терзали свою плоть, давали какие-то обеты, мучились, они в итоге заслуживали некую магическую мощную силу. Они заслуживали способность творить чудеса и так далее. Ведь самобичевание – это довольно распространённое даже в христианстве. За геланты, да, но это немножко другая история. Скорее, к покаянию имеет отношение. Но тоже через мученица. Наверное, наверное. Так вот, мне кажется, мученику, чтобы заслужить некое право на чудо, тоже, естественно, бессознательно надо страдать. Поэтому мученик – человек, который хочет, чтобы окружающим… Нуждающим окружающим, не хочет, нуждающим окружающим было плохо. Откуда он знает, что такое плохо? Почему он так безошибочно выбирает себе среду, в которой окружающим точно будет плохо, и он здесь ощущает себя нужным? Мученик – это человек, который вырос в среде, в которой плохо. То есть это то, что для него является нормальным условием? Да, это естественная среда обитания. Это естественная среда обитания. Мученик обычно вырос там, где кто-то был таким же мучеником. Ну, обычно в семьях чаще всего так уж сложилось, что образ мученика, а точнее мученицы принадлежит матери. Обычно там есть какой-нибудь жестокий отец или ушедший отец, это или мать-одиночка, или это мать, страдающая от мужа алкоголика и дебошира. И живёт она с ним десятки лет и продолжает страдать, не расставаясь. И это образ, который для детей очень восприимчив. Это образ, наделённый некой святостью. Ну, вообще, мама вся наделена святостью некой. Самый дорогой человек – ребёнок. А мама страдающая наделена святостью тем более. И тут мы как раз приходим опять к образам религиозным. То есть те, кто страдают ради какой-то идеи, они ещё более святы. Это их делает более святыми, чем обычных рядовых людей. Кстати, Горький ведь, когда писал «Мать», он использовал этот образ страдалица, который, правда, потом воспрял благодаря социалистической идее. Но тем не менее, вот как раз женщина, которая загнала себя в абсолютный какой-то... В 40 лет она уже была старушкой Ниловына, да, и воспитывала своих детей вот в этом. Мужем битой и так далее, и тому подобное. Да, и она, кстати, как раз в итоге обрела смысл, участвуя в революционной борьбе, принеся себя в жертву, и сколько там в конце её романа её крутят жандармы. Да, с этими листовками. Да, да, тоже какой-то жертвенный образ достаточно. Но это романтизированный ведь образ, потому что как раз читая Горького, понимаешь, что в данном случае писатель вкладывал в этот образ именно хороших ребят. То есть это хорошие люди. Да, но сначала она была жертвенной ради сына, а потом стала жертвенной ради идеи революции. Да, но тем не менее, вся история её этому очень часто. Да, и как раз, не знаю, вот мне кажется, финал романа, он чем-то напоминает распятие в христианстве, вот восходит на некую Голгофу, и как раз в этот момент жизнь её озаряет совершенно новым светом. Есть некая великая идея, ради которой она принесла себя в жертву. Да, и готова страдать дальше. И готова страдать дальше. Так вот, мучник – человек, который не понаслышке знает, что такое, когда вокруг плохо. И в дальнейших своих отношениях мучник всегда безошибочно, возможно, нет, ошибаюсь, наверное, методом проб и ошибок, выбирает тех, кому тоже плохо, или тех, кому есть намёк на плохо, или тех, ради которых, по крайней мере, есть ощущение, что можно страдать. То есть получается, что он формирует свою среду, как в Фейсбуке мы выбираем, кого берём в друзья, а кого нет, соответственно, мученик таким же образом определяет свой круг общения. В общем-то да. Да. Я думаю, что на самом деле, если смотреть на понятие мученика более расширенно, это не обязательно имеет отношение только к семье. Это человек, который ляжет костьми ради не только друзей, а даже просто знакомых. Это человек, который себя помчится на выручку кому угодно посреди ночи. Даже человеку не очень увлечу. Это человек, который окажется везде, где можно быть полезным, принести себя в жертву. Кстати, частая история, то, что я тоже слышал от своих пациентов, да и где-то в литературе, встречался человек, который настолько увлечён помощью всем вокруг, что его собственные дети, собственная семья остаются без особой заботы и присмотра. Потому что его аудитория, его таргет-группа, есть такое выражение, по-моему, да? Таргет, да. Да, таргет-группа, ради которой можно страдать, она в итоге становится намного шире, чем сама семья. Но это пусерает история про одну из солисток, которая, выйдя из тюрьмы, полетела не к своему ребёнку, а к своим единомышленникам, чтобы планировать следующий акт. Порта и Геноса. Да, я не думаю, что, кажется, это вопрос... Да, наверное, это близко к мученичеству, но такое мученичество такое пиарное очень. Но здесь, если всё-таки мы говорим об аудитории, и если можно расширить аудиторию, ради которой можно чем-то жертвовать, соответственно, то здесь этот элемент тоже имеет значение. То есть, у тебя, получается, есть целый спектр тех, ради кого можно принести себя в жертву. Чем там ради одного человека, например, члена своей семьи. Да, кстати, о широком смысле. Вот мы говорили, что мученик может превратиться в террориста, мученик может быть и тираном. Причём я думал, что тиран не только на уровне семьи. Я знаю, в истории часто бывали тираны, правившие стран, которые говорили, я бы уже ушёл, тяжело мне это всё, но вы же без меня пропадёте. Если я уйду, страна рухнет. Так это Лукашенко Александр Григорьевич. Его риторика очень похожа. Ну и он, наверное, это тоже такое мученичество. Я нанесу на себе тяжкий крест власти, вместо того, чтобы отдыхать давным-давно, я не сплю ночей и принадлежу себя в жертву, вы неблагодарны, этого не цените. Поэтому, приходится, продолжать жертвовать собой, потому что, если не я, то кто же. Ну, далее, тут уже получается такая интеграция во власть, вот это мученичество и его распространение на более широкие слои населения. То есть, получается, что мы говорим о тиране. Наверное. Что нам делать, точнее, что делать людям, которых судьба привела в одну семью с мучеником, в одно общество с мучеником и так далее? Ну, в одну страну. Ну, это очень масштабный вопрос политики, наверное. Тут как-то у меня нет терапевтических рекомендаций. Как распознать, что ты будешь рядом с мучеником? Во-первых, это кто-то, кто тебе так или иначе близок. Во-вторых, этому кому-то обязательно плохо. И ему плохо не потому, что его кто-то терзает. Ему плохо не потому, что он сопротивляется, является беспомощным. Ему плохо и в какой-то степени его собственный осознанный выбор. То есть, этот человек постоянно принимает решения, от которых ему тяжело, но эти решения всегда мотивированы чем-то. Ну, это хорошо считывается. Такой человек, который, скажем, не псевдомученик, который показывает и высказывает, в общем-то, всячески демонстрирует, что ему плохо, а вот такой истинный мученик, который страдает и, возможно, не использует пиар-составляющих. Псевдомученик вычислить легко. Где псевдомученик, там всегда будут упрёки. Там всегда будут упрёки, там всегда будут тыканье в нос своими страданиями, попрёк, попрёк, а вот я ради тебя принёс и так далее, и так далее. Есть замечательный упрёк, очень распространённый, который некоторые мамы говорят взрослым детям. Говорили мне, что аборт надо сделать. Хотела я сделать аборт, но вот пожалела, пожалела, и вот как я мучилась все оставшиеся годы с тобой. Есть ещё ведь классическая формулировка «я положила на себя лучшие годы своей жизни». Ну да, это, правда, обычно говорят не детям, а партнёрам. Иногда детям, кстати, тоже. Ну, в основном, да, в основном мужчинам. Или женщинам. Кстати, нет, я не знаю, кто здесь. То есть псевдомученик, его манипуляции, в общем-то, где-то внутри, он и сам понимает, что это манипуляция. Конечно, он их очень верит, но где-то внутри он это прекрасно понимает. Настоящий мученик рядом с вами, он искренен, ему искренне плохо. Он искренне старается обо всех позаботиться. Он искренне отказывает себе в отдыхе и удовольствии. Кстати, вот один из, мне кажется, признаков мученика, он отказывает себе в отдыхе и в удовольствиях без всякой на той необходимости. То есть я не буду это делать? То есть семья обычно не голодает, люди не так уж мучаются, но он всё равно будет, если он не будет сидеть на работе, он будет дома бесконечно что-то чинить, мыть, чистить, убирать, сколачивать. Если не дома, так ещё где-нибудь. Если не дома, то он, взяли, помчится куда-то. Так вот, один из признаков, что мученик всегда мучается. И мучается, казалось бы, бессмысленно. Здесь ведь всё-таки можно найти и другой элемент, что, скажем, человек, который занимается чем-то постоянно, просто ему это нравится, соответственно, там, не знаю, он просто хочет себя чем-то занять по другой причине. Или, в общем-то, это такой… Что значит по другой причине? Ну, скажем, человеку нравится что-то, там, не знаю, строить. Он и строит, когда приходит с работы. То есть ему не нравится сидеть, там, скажем так, без дела. Если ему нравится, он делает с удовольствием. Ну, это тоже видно, соответственно. Это не про мученика. Мученик ничего не делает с удовольствием. Мученик не наслаждается своим мучением так явно. Ему тяжело и плохо, и в этом есть смысл, но удовольствия в этом нет. То есть, если вы видите, что человек постоянно что-то делает, и при этом это не приносит ему удовольствия, то это вот уже верный признак того, что… Это тоже есть о чём задуматься. Потому что если человек доволен тем, что происходит, ему радость того, что он делает, вряд ли он мученик. Здесь тогда мы можем считывать по настроению, скорее всего. То есть, в хорошем настроении человек что-то делает или не очень хорошо. У мученика, наверное, хорошего настроения в принципе не бывает. Я бы, скажем так, значительно реже, чем у не мученика. Следующее. Рядом с мучениками вам обычно тоже будет нехорошо. Это тоже очень осознаваемо, потому что ты волей-неволей, во-первых, кто-то близкий, неважно, муж, жена, родитель. Ты видишь, что ему плохо, и тебе тоже некомфортно. Ты не можешь быть к этому равнодушным. Иногда у близких мучеников, помимо переживаний, вызывает раздражение. Сколько же можно? Потому что, когда Брис спрашивает, зачем ты это делаешь снова? Кому это нужно? Кому нужно, что ты десятый раз начинаешь мыть квартиру за эту неделю? Кому нужно, что ты не досыпаешься, не можешь какую-то ерунду? Зачем? У мученика нет рационального ответа. Он всегда найдет какой-то псевдорациональный ответ, но он будет продолжать делать свое дело несгибаемо. Потому что, как только вы лишите его возможности это делать, вы лишите его смыслу существования. И он будет мучиться? Он будет мучиться бессмысленно, как-то бесполезно, ему просто будет плохо. Даже смысл, как оправдание бытия куда-то исчезнет. Так вот, с одной стороны, вам плохо от того, что рядом кто-то из ваших близких мучается. С другой стороны, вы испытываете раздражение. А третья обязательная часть этого – это у вас будет чувство вины. Потому что всё равно месседж его, даже если он сам не осознает его поведение – это «я делаю это ради вас, я делаю это ради тебя, я весь для вас, я вас так люблю, что я готов на вас работать, ради вас принести об жертву и так далее». И это вызывает чувство вины, и чувство вины тоже вызывает раздражение. А в совсем тяжёлых ситуациях мучность становится вирусным, но передаётся. И ребёнок или супруг тоже становятся мучениками. Они тоже перенимают этот стереотип действий и начинают старательно, чтобы не отставать, делать всё то же самое. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Евдокия, добрый день. Будьте любезны, у меня такая ситуация. Дочь моя попала в беду. Муж три года не работал её, и она вынуждена была брать кредит, чтобы свою семью прокормить. И вот теперь он, когда начал работать, он наотрез отказался ей помогать, погасить кредиты. Я теперь, когда узнала, я ей стараюсь помочь, чтобы погасить кредиты. И вот мне вопрос возникает. В какой категории относится её муж? Подонок, подлец или тиран? Спасибо. Ну, это не медицинские термины. Это правда, не медицинские термины. Мне трудно классифицировать мужа, не видев его и не знаю. Но это явно не про мученичество. Это явно не про мученичество. Наверное, я здесь не могу высказать мнение, потому что я ничего не знаю о ситуации. Муж – человек непорядочный или ещё что-то. Во-первых, надо знать эту ситуацию более досконально. А во-вторых, как правильно сказал Вадим, это классификация не медицинского характера. Если продолжить разговор о мучениках и мученичестве, мы как раз упоминали, что мученик часто приносит жертву ради кого-то. А мученик не становится жертвой, потому что мы разбирали личности, которые, в общем-то, уже переходят в категорию жертвы, живут этим. А мученик – это не жертва? То есть нет этого такого смежного ощущения? Это человек, который чувствует себя жертвой. Да, это то, о чём мы говорили. Во-первых, он, скорее всего, вырос в какой-то обстановке не самой тёплой. А во-вторых, скажем так, чтобы принести себя в жертву, надо хорошо понимать, что такое жертва, что такое быть жертвой. И я думаю, что мученик приносит себя в жертву, потому что когда-то он себя уже ощущал жертвенном в других обстоятельствах, или он видел рядом другого человека, который осознанно играет роль жертвы, тоже, возможно, без острой на той необходимости. И когда мученик есть один, в семье остальные в худшем варианте развития событий тоже становятся мучениками, получаем совершенно иррациональную картину. Дом переполнен мучениками, которые страдают, которые стараются страдать не меньше, чем кто-то их близкий. Поэтому дом переполнен страдальными, страдающими людьми, и никто бы то генерат и несчастлив. Это жертвоприношение бессмысленно и разрушительно. Вы сказали о том, что мученичество может иметь такой вирусный эффект. То есть получается, что даже взрослый человек с некими устойчивыми психическими какими-то ориентирами, он тоже может стать мучеником уже не в детском возрасте сформироваться, а во взрослом, получается? Я думаю, что с устойчивыми ориентирами нет. Я же взрослый человек, устойчивый, имеющий адекватную самооценку и так далее, он может быть тем самым, кто говорит своим близким, зачем всё это делаешь, тебя об этом не просили, кому это надо. Тебе плохо, ты страдаешь. Я на тебя смотрю, мне от этого плохо. В этом нет никакого смысла, прекрати это делать. То есть в данной ситуации взрослый человек видит, что происходит, и пытается вызвать к рациональности того, с кем он говорит. Другая проблема в том, что склонность к мученичеству в основном бессознательна. Поэтому переубедить человека рационально это делать очень сложно. Вот тут есть все риски услышать объединение в неблагодарности. Или есть риск, что человек скажет себе, боже мой, я полное ничтожество, всё, что я не делаю для моих близких, лишено смысла, я только приношу ещё больше всем бед и печали, я ни на что не гожусь и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы человек понял, что его мученичество разрушительно и для него, и для окружающего, он должен назвать какой-то кризис в семье. Когда он понимает, что весь этот механизм не работает, что его мученичество лишено услуги, никого оно не спасает, а скорее наоборот. В каком возрасте дети наиболее уязвимы в этом смысле, что они могут сформироваться и вырасти именно как мученики? То есть есть какой-то определённый временной отрезок, скажем, когда это формируется? Когда родители могут нанести такой урон своему ребёнку? Ну, во-первых, есть концепция, я с ней согласен, что очень многие основные вещи закладываются до пяти лет. Потому что как раз в этом возрасте ребёнок вообще не способен критично воспринимать то, что происходит. Вот тот сценарий, который у него дома проигрывается, это есть для него правила жизни. Такая база. Да, это всё впитывается на бессознательном уровне. И то, что идёт дальше, это уже нюансы, это некие надстройки на эту базу. Но база заложена. База заложена. И вот этот, конечно, возраст наиболее травмоопасен. И с ним в дальнейшем работать в терапии не так легко, потому что все эти травмоопасные вещи, травматичные вещи, естественно, на бессознательном уровне. То есть получается, что ребёнок, который ничего не помнит, допустим, до 4-х лет, но тем не менее он принимает всё очень как губка в этом как раз возрасте. Все настроения, которые в семье, даже разговоры, которые в семье. Конечно. Но опять мы же знаем, что механизмы забывания, вытеснения тоже будут защитными. То есть я видел людей, которые забывали вещи, которые произошли, когда им было уже под 30 лет, а это вдруг вытеснялось и неожиданно вспоминалось по ходу терапии. Но это, повторюсь, редкость. В основном то, что происходит в детские времена, оно как раз важнее всего. Но если вы знаете мученика или в вашей семье, в семье наших радиослушателей, то есть есть смысл обращаться к психотерапевту? Я хочу обращаться к психотерапевту. Смотри, с одной стороны, это обращаются люди, которые сами понимают, что им нехорошо. Неважно, нехорошо, потому что они сами те самые мученики, потому что они живут рядом с ним плохо, им тревожно, они переживают и так далее. Или же люди всё-таки, когда могут постараться донести до своего близкого, что он делает, несмотря на все его наилучшие побуждения и мотивы, плохо. Что ты нас не радуешь, твоя забота получается в тягость, и нам жалко, что тебе плохо. Может, это тоже чем-то похоже на то, как разговаривать с зависимым человеком. У тебя есть зависимость, она разрушает тебя, и нас начни с этим что-то делать. Здесь же тоже такая своего рода зависимость. Здесь зависимость. Если человек зависимый уходит в алкоголь, в наркотики, азартные, от каких-то проблем, чтобы их не осознавать, то тут человек уходит от своих проблем в бесконечное принесение себя в жертву, бесконечную заботу обо всех. Это тоже своего рода зависимость. Это происходит снова и снова, но никакого стабильного удовлетворения не приносит. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся через час в программе «Вечерный интерактив». Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!